Приветствую, друзья! Кем проще управлять, умными или глупыми людьми? На самом деле сложный вопрос, смотря какая у вас цель. Если ваша цель – высокий совместный результат, то, конечно, ваш выбор – умные образованные люди. Я руководил крупными и очень крупными коллективами много лет и всегда отдавал предпочтение сотрудникам, способным развиваться. Но если ваша цель – не высокие достижения, а послушание, то, конечно, образование не ваш приоритет. Государственная Дума приняла поправки в закон об образовании. Эти поправки сразу подверглись аргументированной критике научного и просветительского сообщества. И мы с вами понимаем, и власти нашей страны понимают, что знания – это сила. Вот только отношения разные. Мы жаждем знаний, а правительство и власти нашей страны боятся знаний. Читаем пояснительную записку. Отсутствие соответствующего правового регулирования создает предпосылки для бесконтрольной реализации антироссийскими силами в школьной и студенческой среде под видом просветительской деятельности широкого круга пропагандистских мероприятий, в том числе поддерживаемых из-за рубежа и направленных на дискредитацию, проводимой в Российской Федерации государственной политики, пересмотр истории, подрыв конституционного строя. Продолжаем. Что предлагается сделать? Ввести регулирование просветительской деятельности, закрепить в федеральном законе понятие просветительской деятельности, под которой понимается осуществляемая вне рамок образовательных программ деятельность, направленная на распространение знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта и компетенции в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического или профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. Я уверен, что российские законы специально пишут таким языком, чтобы нормальный человек не мог ничего понять. Что же тут имеется в виду? Ну вот, решили вы рассказать в Ютубе, как ловить окуня на спиннинг. Это распространение умений и навыков. Регулируется закон. Вы захотели напомнить в своем блоге про существование десяти заповедей. Это распространение ценностных установок. Регулируется законом. Обсуждаете в соцсетях эволюцию дисковых галактик. Романы Толстого, теорию Дарвина. Это удовлетворение образовательных потребностей и интересов. В чистом виде. Регулируется законом. Вы скажете, ну зачем же доводить до абсурда? Ведь государство просто пытается нас защитить от проповедников, лжеученых, инфоцуган и прочей ерунды. Пусть неуклюже, но пытается. Давайте посмотрим. Вот выступление Михаила Ковальчука, президента Курчатовского института. И что более важно, брата путинского друга и канцелярии Юрия Ковальчука. Сегодня впервые в истории цивилизации появилась технологическая возможность выведения служебного человека. Потому что технологии геномного редактирования... Вот представьте себе простую вещь. Матка, простите меня, не очень сложный орган. Вы берете искусственную матку, инкубатор, как цыплят выводите. И дальше искусственно из пробиркови туда, так сказать, засаживать все, что надо. Укарать срок беременности геномным, генетическим редактированием подрезаете функции. И вы получаете столько людей, таких, которые вам нужны. Вот сегодня это стало возможным. Это есть абсолютный факт. Бред, чушь и конспирология под видом научных фактов от руководителя Государственного научного института. Чтобы отгородить граждан от этой ерунды, не надо принимать отдельный закон. Просто увольте, институт-то государственный или по телевизору хотя бы не показывайте. Но нет. Вот детский омбудсмен Анна Кузнецова верит в телегонию. Или в то, что матка женщины запоминает всех сексуальных партнеров. Лженаука и маркобесие. И что? Прекрасно работает на государственной должности. Действительный государственный советник второго класса. Член Общероссийского народного фронта. Или вот Мединский. Тут бредовые высказывания можно вообще до бесконечности перечислять. То расскажет про лишнюю хромосому у российского народа, что, напомню, является признаком синдрома Дауна. То про Сталина выскажется, то про героев-панфиловцев. Сколько раз Мединского ловили на вранье, лженаучных высказываниях и прочем бреде. Это вообще не сосчитать. У Гугла, наверное, есть отдельный сервер для хранения перлов Мединского. И что? Восемь лет был министром культуры, а потом стал помощником президента. Руководитель администрации президента пишет статьи о несуществующем приборе, якобы позволяющем изучать коллективное сознание человечества. А Грефа консультирует гуру из Индии. А секретарь Совета безопасности Патрушев не просто оперирует фейковыми цитатами Мадлен Олбрайт, но и строит на их основе государственную политику в сфере обороны. Для чего я перечисляю всех этих уважаемых граждан с, мягко скажем, специфическими воззрениями? Не для того, чтобы показать, что у власти находятся невежественные люди. Хотя и это, к сожалению, так. Но вопрос в другом. Чтобы пресечь мракобесную антинаучную публичную деятельность, государству не надо принимать отдельный закон. Достаточно просто почистить свои ряды. Это легко, они же все госслужащие. Но этого не происходит. А значит, целью борьбы являются не представители лженауки и каких-нибудь сект. Нет, власть борется именно с просвещением, с теми, кто действительно распространяют, как сказано в поправках, знания, умения, навыки, опыты, компетенции. Почему это происходит? Этой власти не нужны образованные люди, они просто опасны. Нет, конечно, какое-то количество технического персонала для обслуживания скважин и трубопроводов, они необходимы. Поэтому институты вроде Губкинского пока трогать не будут. Но в остальном от образования для властей одни проблемы. Поэтому в новых поправках и приравнивают просвещение к реализации антироссийскими силами пропагандистских мероприятий, направленных на дискредитацию, проводимой в Российской Федерации государственной политики. Конечно, наслушаются школьники лекции по истории государства и права и задумываются, а почему же у нас у власти несменяемый лидер? Почитает молодежь про экономику и поразится, а почему в других странах люди богатеют, а у нас только те, кто у власти? И как же получается такой разрыв в доходах? Почему чиновники живут настолько богаче своих сограждан? А от таких мыслей-то и до подрыва конституционного строя недалеко. Ну или до того, что власть понимает под конституционным строем, когда они делают, что хотят, а все остальные молчат в тряпочку. Так-то в конституции пока еще по-другому записано. Власти выгодно необразованное население, которое не знает своих прав, которое не понимает, насколько плохо управляется страна, насколько несправедливо распределяются доходы государства. И в этом смысле законы, направленные на ограничение возможности получать образование и просвещаться, это не случайность. Это не эксцесс-исполнитель, а это последовательная политика этой власти. Да, конечно, в первую очередь авторы законопроекта, кстати, советую их знать поименно и не забывать фамилии, хотели поставить под контроль независимую общественную активность. Но эти поправки лежат в русле общей политики по удушению современного гуманитарного образования. Ну, вспомните хотя бы проблемы Европейского университета, Шаненки, преподавателей Вышки и многие другие. Это, конечно же, не случайная последовательность, а, как теперь говорят, звенья одной гребаной цепи. Власти не нужны умные образованные граждане. Такими людьми тяжелее управлять, им сложнее бесконечно объяснять, что черное это белое, а несправедливость справедлива. Власти умные и опасные, а вот обществу, то есть нам с вами, они очень полезны. Именно поэтому в каждом из моих общественно-политических проектов присутствует элемент просветительской деятельности. Именно поэтому я столько времени и сил трачу на выступления, круглые столы, дискуссии, в том числе и на видео на этом канале. В общем, есть четкая закономерность. Если вас так или иначе, по тем или иным предлогам, ограничивают просвещение или получение информации, то вами манипулируют. И это точно не для вашей пользы. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и включайте оповещения о выходе моих новых видео. Счастливо вам!